В Великой Отечественной войне воевали деды и прадеды, героини нашего следующего сюжета, юной дагестанской певицы Алины Барановой. В память о них ежегодно ее семья участвует в акции «Бессмертный полк». У девушки широчайший голосовой диапазон, безграничный талант и абсолютный слух. И в честь Дня Победы она исполнила известную песню на стихи и музыку Булата Акуджавы. Одним из первых ее услышал наш корреспондент Гаджимурад Зевудинов. Абсолютный слух, широкий диапазон голоса и артистизм, слагаемый успехой юной дагестанской певицы Алины Барановой. Ее последняя работа – видеоклип с песней Булата Акуджавы «До свидания, мальчики». Это песня о Великой Отечественной. Автор посвятил ее своим друзьям, с которыми он вырос в одном дворе и которые не вернулись с войны. Вообще автор и слов, и музыки был Булата Акуджавы. Это песня про его друзей, к сожалению, погибших. И это песня не о войне, а против войны. «До свидания, мальчики» – это второй видеоклип Алины Барановой. Идея записать песню пришла Карине Мордановой, преподавателю школы искусств номер 5. Воплотили задуманные Алхан Аделов и Бойна Амедин Курбанов из студии DL Production. «Саму песню выбрала Каринка Мильна, она мне предложила, да. А потом так вышло, что мама захотела снять клип, у нее загорелось такое желание. Такая сложная песня, о которой мы сегодня будем говорить. Но она ее чувствует, и в артистизме ее нет фальши. Ну и вокальные данные, естественно, сила голоса, широкий диапазон». Военная тематика Алине близка может и потому, что в Великой Отечественной воевали деды и прадеды юной певицы. В память о своих героических предках ежегодно семья Барановых участвует в акции «Бессмертный полк». «Я горжусь своими прадедушками. Они прошли всю войну. И каждый год мы участвуем в акции «Бессмертный полк», чтобы отдать дань памяти». Петь Алина начала еще в детском садике, хотя мама считает, что абсолютный слух и мелодичный голос от деда. Однако по-настоящему талант будущей певицы разглядела преподаватель музыкальной школы Карина Морданова. «Она была сразу заметная, потому что очень яркие и вокальные данные, и артистизм ярко выраженный. Ребенок одаренный, как говорится, поцелованный в макушку Бога». «Это все началось с детского центра, и уже тогда во мне плала страсть выступать на сцене. Я очень хотела быть артисткой. И вот с четырех лет я уже точно знала, что я хочу стать певицей». С популярным шлягером советских лет песни «Орликина» Алина стала лауреатом московского конкурса «Поколение Next» в 2013-м. Юная дагестанская певица с детства увлекается творчеством примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Алина Баранова, лауреат многих республиканских, всероссийских и международных конкурсов, дважды отбиралась в шоу «Голос» на Первом канале. Пока не везет, но не все еще потеряно, считает ее преподаватель Карина Морданова. Зато в коллекции Алины есть значимые победы в конкурсах «Душа Дагестана», «Поколение Next» и «Я люблю тебя, Россия». А еще начинающая артистка пишет свои песни, правда, пока для узкого круга. У нее есть этот талант импровизировать, и постоянно ее толкаю. Если ты умеешь импровизировать, значит ты умеешь создавать нечто интересное, новое. Действительно, она интересно импровизирует. Но знаю, что пишет, но не показывает никому. Ни маме, ни мне. В период самоизоляции юная певица продолжает заниматься творческой деятельностью только в другом формате. Детская филармония запустила ряд проектов и акций к Дню Победы. И я постоянно снимаю каверы, также их опубликовываю в Инстаграм, где публика может увидеть их. Алина Баранова – солистка детской филармонии управления культуры города Махачкалы. В репертуаре певицы, популярные зарубежные и отечественные композиции. В домашней обстановке Алина запросто может сыграть даже на гавайской гитаре. Выступление Алины Барановой всегда яркие и эмоциональные. Может, пока чего-то не хватает, считает сама певица. Однако настоящее мастерство приходит с возрастом и учебой. Я мечтаю поехать в Москву и поступить, конечно, в эстрадно-джазовое училище. И пока что мы консультируемся и в дальнейшем может быть. Конечно, мне хочется продолжить путь певицы и все-таки состояться как певица. Видеоклип «До свидания, мальчики» Алина приурочила к 75-й годовщине Дня Победы Великой Отечественной. В репертуаре юной певицы также популярные шлягеры из классики военно-патриотического жанра. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Гаджимурад Зеудинов, Махарбека Мариев и Рамазан Амаров. Время новостей. Продолжение следует...